Всем привет! Это видео будет полезно для того, кто собрался покупать дом или участок под строительство дома. И на вопросы мне сегодня отвечает Безруков Анатолий Михайлович. Поехали! Вопрос. Как быть с соседскими пристройками на моем участке? Ну вот так оказалось, что сарай соседский, гараж, часть дома почему-то вдруг оказалась на купленной мной территории. Ну то есть это история не когда вы со своими постройками залезли на чужой участок, а когда на ваш участок кто-то залез. Ну самая главная рекомендация постараться утрясти эту проблему с соседями какими-то мирными способами, потому что... А мне надо денег попросить. Ну может быть вы возьмете борзыми щенками или еще каким-то способом, я не знаю. Может быть договоритесь и без этого, может быть где-то в другом месте он подвинется и позволит вам что-то сделать. Ну на самом деле всегда лучше договариваться, потому что судебные разбирательства и споры это такое последнее средство, которое требует времени, нервов, денег и не рекомендую никому без острой необходимости в это дело погружаться. Но если вы с помощью, например, кадастрового инженера или другого специалиста проверили, что действительно границы земельного участка, как они в ваших документах в кадастровом паспорте обозначены, на местности находятся здесь-то и там-то, именно внутри этих границ попали чужие объекты недвижимости, ну если вы не можете найти никакого компромиссного решения с вашим соседом, ну только через суд возможно такие проблемы решать. Можно, конечно, это мой участок, пригнать бульдозер и снести все, что на моем участке есть чужого, но я бы так делать не рекомендовал, потому что здесь могут быть встречные всяческие требования, связанные с возмещением убытков или, не дай бог, в этой постройке кто-то там находился в момент, когда вы начинаете ее ломать. Лучше без экстрима, цивилизованно решить проблему эту в суде. Но это все будет, конечно же, решаться в пользу пострадавшего, получается. Ну если это действительно ваш участок, если никто вашему соседу не давал разрешение на строительство на вашем участке, то да, конечно, вы сможете освободить свой участок от чужих построек, ну или попытаться каким-то образом заключить мировое соглашение, сдвинув ваши границы, но получить за это денег, денежную или иную компенсацию от вашего соседа. Ну то есть первое, идем к соседу, договариваемся мирно? Да, это можно оформить договором, там, например, ту полоску земли, если вы ей реально не пользуетесь и не планируете, ну можно ее отдельно отрезать, продать, для того, чтобы у соседа в будущем уже была уверенность, что тот, кто вместо вас, например, придет и будет владеть этим участком, не потребует от него сноса. Ну это в его интересах, наверное, приобрести тот кусочек земли, который он фактически занял некоторое время назад. Если, соответственно, сосед не хочет договариваться по-хорошему, то все это решается через суде. Ну и, соответственно, приглашаем юристов, которые помогают с этим разбираться, ну и самостоятельно идем и занимаемся. Вот если самостоятельно, то что, в принципе, ждет тогда человека? Его ждет суд. Ну понятно, то есть мы можем как договориться, куда-то смотреть. Не, ну конечно, есть определенные правила, по которым проходят судебные разбирательства. Если это суд общей юрисдикции, обычные граждане судятся между собой, то гражданский процессуальный кодекс регулирует эти отношения. Если это арбитражный суд, если речь про организации, значит, это арбитражный процессуальный кодекс. Ну, есть отдельные законы, регулирующие то, как идет процесс, как нужно составлять, куда подавать, как подавать исковое заявление, какие пошлины при этом платить, как доказательства передавать в суд. В общем, этих правил много, этому учат в университетах, поэтому все их сейчас рассказать я, наверное, не смогу. Ну понятно, но люди же некоторые сами ходят по судам, сами судятся, сами готовят все эти документы, иски. Чем-то они руководствуются, куда-то они смотрят. Да, ну, по общему правилу это гражданский процессуальный кодекс, самый основополагающий документ для судов между гражданами по поводу земельных участков. Это закон, который регулирует процедуру, а в зависимости от ситуации это гражданский кодекс, земельный кодекс, градостроительный кодекс и еще масса других федеральных законов, которые могут затрагивать эти правоотношения. Кто-то может это освоить сам, полезть в интернет, открыть учебники, пожалуйста, на свой страх и риск. Вопрос. Стоит ли покупать недострой? Расскажу историю сразу же, а вы прокомментируете, как компетентное лицо. К нам обратился заказчик, для того, чтобы мы спроектировали дом. Дом находится в другом городе, и у этого дома, будущего, есть фундамент на участке с залитым. И вот он пришел, дал нам план фундамента, говорит, ребята, вот на этом фундаменте, пожалуйста, дом спроектируйте. И вот с этого момента у нас начались интересные истории, потому что первое, что мы сделали, мы запросили план ГПЗУ. Может расшифруете для зрителей, что это означает, градостроительный план земельного участка. Да, градостроительный план земельного участка. И оказалось, что границы фундамента не то, чтобы за красную линию вышли, а они вышли за границу участка фундамента. И вот уже прошло несколько месяцев, а мы все никак не можем решить эту проблему, точнее заказчик не может решить эту проблему. Потому что мы это спроектируем. Но мы спроектируем дом построить, деньги потратят, а потом придут люди, скажут, снести. Но это такое предисловие. По большому счету приобретение объекта недвижимости недостроенного, оно не сильно отличается от приобретения уже готового дома. Единственное, на что, наверное, нужно обратить внимание, это зарегистрировано ли право на объект незавершенного строительства. Потому что вот просто фундамент, например, незарегистрированный, он, ну строго говоря, объектом отдельным недвижимости не является. Получается, что вы покупаете просто земельный участок, на котором есть некие улучшения, но эти улучшения никак не зарегистрированы. Вот это, наверное, единственное отличие. Потому что если регистрация есть, то получается, что вы покупаете и объект недвижимости, и землю под ним. Если регистрации на незавершенку нет, то вы покупаете только участок земли. С этим могут быть связаны какие-то нюансы, ну, например, которые отражаются на стоимости, например. Или какие-то возможности для махинации каких-то. Нюансы здесь могут быть только какого свойства. Если вы покупаете дом без земли, просто вот один дом решили купить. И это объект незавершенного строительства. Ну, то есть вот он физически, этот дом есть, а документов на него никаких нет. Вот тогда могут возникнуть проблемы. То есть вы купили что-то, а что непонятно. Да, ну, грубо говоря, там, набор стройматериалов и так далее. Сейчас ведутся, конечно, там, дискуссии о том, является ли это объектом недвижимости, не является, там, или это является неотделимым улучшением земельного участка. Но купить просто недострой без государственной регистрации и без земли, ну, это, наверное, самое плохое, что может быть. А если вы покупаете зарегистрированную, ну, землю уже, на которую зарегистрировано право собственности, и на ней есть объект незавершенного строительства, на который тоже зарегистрировано право собственности, то, по большому счету, это то же самое, как если бы вы купили готовый дом. Ну, у него степень готовности другая, вам надо будет его достраивать. И, опять же, там, следить за качеством этого объекта незавершенного строительства. Но с юридической точки зрения в плане рисков отличий никаких нет. Ну, дорогие друзья, я думаю, что это были исчерпывающие ответы по теме чистоты юридической сделки. Не знаю уж, насколько правильно я это произнес. Поэтому будьте внимательны при покупке дома, при покупке участка для постройки дома. Все ссылки для проверки всех, ну, основных, по крайней мере, документов я оставлю в описании. Вы можете перейти, скачать эти списки и проверить самостоятельно. Но, конечно же, рекомендация. Обращайтесь к профессиональным юристам, специалистам своего дела, чтобы они помогли вам проследить чистоту сделки, подготовить договор купли-продажи, чтобы у вас все было хорошо, и вы жили долго и счастливо в хорошем, красивом, уютном, комфортном доме. Который мы с удовольствием для вас спроектируем.